В конце 20 века мир узнал о Чернобыльской катастрофе. В той или иной степени коснулась она почти всех. Разрушение 4-го энергоблока станции носило взрывной характер. Реактор был полностью разрушен и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от нее последствий людей, так и по экономическому ущербу. На момент аварии Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР. Для ликвидации последствий были мобилизованы более 600 тысяч человек. В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв напоминал очень мощную так называемую грязную бомбу, где основным поражающим фактором стало радиоактивное заражение. Скрыть аварию было невозможно, но ведь скрывали. Радиоактивный йод был здесь хороший. Он и Европу обошел, и до нас дошло все. У нас на садах, огородах листва была грязная. Были подоконники, стекла пыльные, тоже грязные были. В результате аварии произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131, период полураспада 8 дней, цезия-134, период полураспада 2 года, цезия-137, период полураспада 33 года, стронция-90, период полураспада 28 лет. Потом уже была командировка для ликвидации последствий на саму станцию. Все топливо, которое находилось, практически все это выскочило через крышу, которая разорвала. Вы сами в курсе уже, что Европа была. Нам всем хватило, не говоря уже, говорить про Украину. Более 140 специалистов Ново-Воронежской АЭС приняли участие в ликвидации последствий. 58 из них по-прежнему работают на Ново-Воронежской атомной. И, как всегда, люди оказались сильнее машин, хоть и принято у нас больше беречь механизмы. Там же не только, вот как мы приехали, мы специалисты такие, там были взять, например, ту же столовую повара. Вот, они там работали до упадок сил. Их награждают орденами и медалями. Говорят хорошие и добрые слова. Спасибо им. Они помогали спасать мир от крупнейшей техногенной катастрофы 20 века. Я попал туда в девятнадцатый год. Так как мы были срочники, мы обеспечивали связь, в том числе и правительству. Запомнился чисто мертвый город, где были повешены бельем, никого, народу не было. Все делали, буквально все. И дороги строили, крыши подметали, мусор убирали, все. Ну, что скажут, то и делали. Военные солдаты призывали их, призывали. И вот с ними занимались дезактивацией помещений. То есть, первый, третий блок. И в одно же и то же время, значит, строился саркофаг. В основном ликвидаторы находились на своих рабочих местах от двух до трех месяцев. В зависимости от набранной дозы. Пока вроде ничего. Ну, повлияло, конечно, но пока живы. А там видно будет, кто ее знает. Отразилось. Стал инвалидом второй группы. Ишемическая болезнь сердца, мерцательная аритмия, сердечно-сосудистые заболевания. Работали по 15 часов. За 15 часов 60 человек пропустишь, вот, все отмоешь. На следующие сутки приходишь, так же утром, все по-новой, все. Грязь была серьезная. Ну, все огорошено, короче, колючей проволокой. Менты ездят, значит, на БТР охраняются под напряжением. То есть так не зайдешь. Ну, ты заходишь, только кошки-собаки дико, понимаете. Ну, аж мурашки по телу белые. Там ужасно, что творится. 30 сентября 1964 года состоялся пуск Нововоронежской атомной станции. АЭС является первенцем освоения энергоблоков с реакторами ВВР – водно-водяных энергетических реакторов. Это ядерный энергетический реактор корпусного типа, в котором замедлителем нейтронов и теплоносителем служит вода под давлением. Своё дальнейшее развитие Нововоронежская атомная электростанция связывается с строительством двух новых энергоблоков. Они будут представлять собой современные энергетические объекты, отвечающие международным требованиям по безопасности. А в самом Воронеже действует информационный атомный центр. Занимается он просветительской деятельностью среди детей и взрослых. Сюда абсолютно бесплатно может прийти любой желающий. Расскажут, покажут фильмы, организуют экскурсии на станцию. Основная мысль – атомной энергетики бояться не надо, а надо понимать и относиться с уважением. Просто бывает самое разное. Начиная от того, как работает наш центр, какие мероприятия мы проводим, заканчивая какими-то особенностями в строениях атомного реактора, потому что люди чаще всего до прихода в наш центр не задумываются и не обращают внимания на то, что это такое, а как это работает станция, ну, Воронежская, ближайшая к нам, а какие вообще еще станции в стране бывают, а по какому типу они работают, а какие типы реакторов бывают и так далее. И на какие-то вопросы мы, конечно, можем дать ответы, а те вопросы, которые требуют профессионального ответа, мы всегда можем подсказать, кому можно обратиться, дать специальные книги, дать специальные видеозаписи, лекции, ну, для тех, кто действительно этим интересуется серьезно. К безопасности на атомных станциях теперь относятся очень серьезно. Но какая бы ни была система, даже если полностью исключить пресловутый человеческий фактор, риск все равно остается. Пример – несчастная фокусима. После Чернобыля дважды отлежал в больнице с язвой желудка. Вот бесследно все-таки ничего, наверное, не бывает. Поэтому нежелательно, чтобы были такие фокусимы, Чернобыли, чтобы люди все были здоровы и наслаждались жизнью. Три, два, один. Все современные мирные атомные технологии родились из военных проектов. И первоначальное их назначение – смерть. Человек укоротил цепную реакцию, но сделать ее абсолютно безопасной на своих станциях так и не смог. Но прогресс – это всегда риск, и вряд ли человечество откажется от него даже ценой потерь.